Дореволюционные постройки на Садовнической набережной не представляют никакой исторической ценности. Как заявил сегодня главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, памятников архитектуры среди этих зданий нет. К концу недели старинный квартал полностью сравняют с землей. На его месте планируют построить около 10 тысяч квадратных метров нового жилья. И как обещают власти, все оно достанется очередникам. Тема продолжит Алина Меледина. Через два дня Садовническая набережная в своем первоначальном историческом колорите останется только на фотографиях и воспоминаниях москвичей. В решении правительства Москвы бульдозерами будет черт с лица земли целый квартал домов начала прошлого века, вместо которых будет выстроена точная копия уничтоженных зданий. Еще раз для всех повторяю, памятников здесь нет даже поблизости. Весь квартал, весь квартал, вся эта часть ни одного памятника, ни одного здания, которое кем бы было приложено на охрану. Главный архитектор города Москвы Александр Кузьмин утверждает, что сносимые здания исторической ценности не представляют. Однако сотрудники архнадзора думают иначе. Историческая ценность у него есть. Это не шедевр архитектуры, безусловно, но все же это дореволюционная постройка своей истории. Такие здания создают облик старой Москвы и напоминают нам о том, что же было до революции. Считал ценными эти дома и сам первый заммэра Москвы Владимир Весин. За 7 дней до обрушения части здания по Садовнической набережной, его решением было восстановить разрушающиеся временем дома. Дома, которые находились рядом, они предполагались к реконструкции. И только 10 числа этого месяца вышел протокол за подписью Владимира Чересина, что несмотря на то, что префектура, несмотря на то, что управы говорят, что это здание в очень плохом ситуации, что давайте, как бы это ни было сложно, будем реконструировать эти дома. Однако обрушение части одного здания на набережной стало поводом для резкого изменения решения правительства Москвы в сторону новостроя. Мне кажется, на сегодняшний день любовь к историческому наследию, не только в городе, а в целом, она немножко выходит за грань разумного. Брать на охрану надо то, что мы можем сохранить. Сохранить Садовническую набережную в Москве уже не смогли. Правительство города объясняет, там погибли люди, и мы не могли поступить иначе. Однако еще на очереди под снос стоят порядка 38 домов старой столицы. И по словам главного архитектора, после случившейся трагедии, он готов пересмотреть этот список в сторону увеличения. Алина Меледина, Александр Кучеровский, Вести Москва.